Добрый вечер на канале БухТВ. Большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Пятый международный форум деловых контактов Брест-2022 завершился. В приоритете для Брестской области вопросы кооперации, торговли, туризм и медицина, выстраивание векторов сотрудничества. Подводим итоги. В памяти человека с большой буквы в Бресте открыли мемориальную доску, увековечив имя известного врача-онколога Константина Георгиевича Шелепня. Дом-призрак или, как всем миром, порядок хотели навести? Александр Богданович о том, к чему приводят благие намерения. Начнем программу с самого главного события недели. Пятый международный форум деловых контактов Брест-2022, который проходил в городе над Бугом 18 и 19 мая, завершился. На протяжении двух дней внимание государственных органов, бизнес-сообщества и средств массовой информации было буквально приковано к площадкам проведения мероприятия. Делегации 15 стран-участниц провели это время насыщенно и продуктивно. Первоочередными задачами стали поиск новых партнеров и возможностей, рассмотрение перспектив для совместных проектов. В приоритете для Брестской области вопросы кооперации, торговли, туризм и медицина, выстраивание векторов сотрудничества. Что ж, форум закончен. Настало время подводить итоги. А начиналось всё здесь гостиничный комплекс сети «Хилтон» без малого 10 утра и похоже, что установление партнёрских связей и переговорный процесс по факту уже открыт. Ещё до официального объявления старта форума. Представители государственных органов, дипломатического корпуса и бизнес-сообщества разных стран приглашают в фойе. Для гостей приготовили белорусские сладости и деликатесы от ведущих предприятий региона. Продукцию можно оценить не только визуально, но и на вкус. Сам форум открывает пленарное заседание в центре внимания гостеприимных хозяин – Брестский регион с его потенциальными возможностями. Объективно надо понимать, что Брещено сегодня очень привлекательный регион, как промышленный. Для этого есть созданы правительством все условия. У нас шикарнейшая свободно-экономическая зона. У нас прекрасная, слава богу, ещё открытая железнодорожная сообщение. Это крупнейший мировой железнодорожный транспортный узел, одна из самых больших таможен, которая здесь находится на Брещене. И результаты развития предыдущих лет свободно-экономической зоны дали очень серьёзный эффект по экспорту белорусской продукции, произведённой в европейские страны. В политике и бизнесе суровые законы выживает сильнейший. А потому сейчас, когда на международной площадке идёт передел рынка и влияние, как никогда важно найти настоящих союзников – надёжных деловых и экономических партнёров. В нынешних условиях, когда некоторые партнёры Республики Беларусь, в том числе Брестской области, отказались работать с нами, либо находят какие-то причины, мы не стоим на месте и ищем новые рынки. Естественно, Дальняя Дуга рассматривается как основной партнёр, кроме Российской Федерации, где на сегодняшний день у нас есть и мы работаем по определённым заявкам Министерства коммерции Китая, которые прорабатывают с торгово-промышленными палатами поставки определённой продукции. Это не только пищевка, это и легпром, и другие товары. Брест хорошо подготовился к форуму. Заготовлен пакет предложений в разных направлениях. Это и строительство, сельское хозяйство, научно-технологические, инвестиционные проекты, среди которых, например, зарядные станции для электроавтомобилей и медицинское оборудование. Гости тоже приехали не с пустыми руками, а с конкретными идеями. Из 15 стран всего три – Китай, Узбекистан и Индонезия – участвуют в онлайн-формате. Остальные прислали делегации. С Брестской области сотрудничаем уже долгие годы и готов сказать 10-12 лет. Как озвучили уже, Брестская область, на наш взгляд, является центром белорусско-болгарской дружбы. Через месец, 15-17 июня в Сторозагорске области будем проводить международно-економически форум. Пригласили руководство Брестской области, щоб посетила форума с економически, культурно и образователно делегации. На наш взгляд, есть много перспективных направлений, по которым можем сотрудничать. Мы знаем, что у Восточной развито сельскохозяйственное машиностроение, много заводов, которые производят трактора и прочую сельскохозяйственную технику. И, конечно, мы заинтересованы в поставках этой продукции и, возможно, создании совместного производства по крупнозловой сборке тракторов и других сельскохозяйственных машин на Дальнем Востоке. Помимо этого, мы, конечно, заинтересованы в любых видах сотрудничества. Это туристическая, рекреационная деятельность и даже, скажем, медицина и косметология или косметическая индустрия. Мы представляем китайский город Аньхуй. Нам интересно сотрудничество с Брестским регионом в разных сферах. В частности, это экономика и образование. И мы хотим рассмотреть все возможные варианты. Нас интересует высококачественная продукция Брестского региона. Это и молочное производство, говядина и замороженная продукция. Также, если будет возможность, в сентябре мы хотели бы организовать у вас выставку китайской продукции. Кульминацией пленарного заседания стала церемония подписания соглашений и контрактов с Узбекистаном, Индонезией, Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. И это лишь первые шаги. Основные результаты ожидаются в среднесрочной и долгосрочной перспективе. А в том, что собравшимся, как никогда, понятна риторика форума, и они ставят перед собой общие цели, было понятно задолго до проведения мероприятия. По сути, он стал лишь катализатором многих процессов. Мы, прежде всего, исходим из того, что по итогам 2021 года предприятия нашего города на внешние рынки поставили продукции на 1,6 млрд долларов США в эквиваленте. Это рекордная цифра за всю историю. И самое главное, что это реальная экономика нашего города. Это заработная плата, это комфорт и финансовое обеспечение жизни людей и налоги в наш бюджет. Поэтому, конечно, работа на внешних рынках – это залог развития города вперед. Сама ситуация сейчас заставляет нам переформатироваться. И я очень благодарен организаторам форума, которые предусмотрели одну из секций, как секцию города-партнеров. Поверьте, что такого формата не было в общих областных мероприятиях. И он показал себе этот формат абсолютную эффективность. Почему? Города-партнеры Баранович, Пинска – это города, прежде всего, Российской Федерации с развитой экономикой, которые имеют такой же интерес и к городу Бресту. Естественно, нам на этой площадке удалось скоммутировать делегации этих городов с предприятиями нашего города. И мне кажется, что будет однозначно результат. Поэтому для города Бреста этот форум не проходной, не какой-то для галочки, как говорится, для отчета это город. Это форум, который даст однозначно уже выхлоп по экономической составляющей. И, опять же, повторюсь, ускорит вопрос переформатирования наших внешних рынков и наших отношений экономических. Вот почему я считаю его очень эффективным. В рамках двухдневного мероприятия делегации плодотворно работали в четырёх секциях. Была проведена контактная кооперационная биржа на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Участники посетили ведущие предприятия региона, санаторно-курортные туристические объекты. Было сделано всё для развития делового сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения частного государственного партнёрства. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович и Юрий Лимонтович. Итоги недели. В продолжение темы. Нет предела совершенству. Международный форум деловых контактов проводится с 2016 года. В 2022 он приобрёл новое звучание. Гибридный формат, в котором предусмотрено онлайн и офлайн взаимодействие, позволило выстроить векторы сотрудничества со многими странами. И выстрелить новыми совместными проектами, говорят участники форума, это может в любой момент. Ведь заявленные темы нынешнего мероприятия – инвестиции, инновации и международное сотрудничество – имеют глобальное значение для всех. Александр Бакунович стал участником работы трёх секций. Пообщался с дипломатами, бизнесменами и узнал, какие в нынешних экономических и политических условиях существуют предложения и как сделать так, чтобы они, эти предложения, работали. Смотрите сюжет. Пятый международный форум деловых контактов включал в себя работу четырёх секций – инвестиции, инновации, туризм и медицина, а также города-портёры. Каждая из них располагалась на разных локациях и проводилась в гибридном формате, с возможностью онлайн-подключения. Секция инвестиций проходила на базе предприятия «Гефесттехника», где обсуждались инвестиционные проекты. Брестская область готова предложить около 70 земельных участков площадью до 42 гектаров. Около 50 из них предусмотрены под создание промышленных предприятий и производств. Остальные могут использоваться сферой услуг населению, строительства общественных зданий и гостиниц. Взаимодействие в Брестской области с регионами Российской Федерации является очень интенсивно развивающимся и перспективным. В принципе, большая часть экспорта и импорта, в общем, товарооборота в Брестской области связана так или иначе с разными регионами Российской Федерации, в первую очередь. Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Поэтому возможности, которые дает нынешний форум, в том числе и секция инвестиции, он позволит еще более углубить взаимодействие между нашими странами, между нашими регионами и найти какие-то новые пути взаимодействия в условиях складывающейся геополитической обстановки. На территории Воронежской области создана особоэкономическая зона промышленно-производственного типа центра. И на этой особоэкономической зоне мы готовы предложить белорусским компаниям размещение непосредственно своих производств. Также мы рассматриваем локализацию производств в белорусских предприятиях и на других площадках. Параллельно с этим воронежские предприятия рассматривают производство отдельных видов продукции в рамках политики импортозамещения на территории Республики Беларусь. Это первое направление, одно из важных направлений, именно промышленное производство. Секция инноваций в рамках форма деловых контактов была посвящена развитию и использованию современных технологий. Здесь участникам представили экспозицию, рассказывающую о возможностях резидентов. Из них можно выделить разработку ребят из DD Company. Несмотря на то, что их компания существует меньше года, они уже реализуют свой продукт в ряде европейских стран – Англии, Германии, а также Польше. Мы разработали систему гибридного аккумулятивного радиатора, который позволяет именно делать тепло и от стандартной сети, которая водоснабжение, и дополнительно включать в межсезонье, когда выключается, как правило, у нас тепло. Сами знаете, резко, и также приходит холода, и никто к этому не готов. И поэтому мы можем устранить эту причину. Наш продукт может использоваться абсолютно везде. Это может быть универсальное строительство, персональное строительство, частные дома и многодетные социальные учреждения, любые абсолютно. Еще один проект реализован компанией «Технологии земледелия», которая выводит аграрную промышленность на совершенно иной уровень, в частности, организации проведения сельскохозяйственных операций. Наша компания уже 8 лет на рынке агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Занимаемся мы автоматизацией, цифровизацией и развитием направления точной земледелия в целом. Можно говорить в широком смысле слова, что за время нашей работы сельскохозяйство уже поменяло свой облик, и в этом направлении мы продолжаем двигаться. То есть происходит некая цифровая трансформация. Обладаем большой клиентской базой, работаем с промышленными предприятиями, с учреждением, образованием. Мы, начиная от школьного возраста, работаем с детьми, и уже до готовых специалистов, которые находятся в отрасли. Задачи очень простые – это производить продукты питания максимально эффективно, с наименьшими затратами, чтобы быть конкурентоспособными как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. В этом направлении мы и движемся. В ближайшие пять лет Республика Беларусь планирует потратить более 2 миллиардов рублей и создать свыше 60 высокотехнологичных производств. Доля инновационной продукции в экспорте должна возрасти с 18 до 35%. При этом акцент будет сделан на внедрение отечественных разработок, чтобы до минимума сократить использование зарубежных. В некоторых показателях Брестский парк высоких технологий обгоняет другие белорусские регионы. На текущий момент мы, наверное, одни из крупнейших в стране. По резидентам точно, по многим показателям, мы одни лучшие именно среди областных технопарков. Но и минские технопарки мы тоже по некоторым показателям гоняем. Фактически, мы специализируемся сейчас, пытаемся специализироваться на технологиях цифровизации индустрии 4.0. Поэтому вот в этом мы, наверное, сейчас первые идем, потому что у нас отрабатываются и всяческие проекты, и всяческие инициативы. И вот, судя по всему, сейчас с министром связи и информатизации общения идет рассматриваться вариант, что все-таки мы будем офисом цифровизации в Брестской области. Именно по развитию цифровых технологий и в Бресте, и в Брестском регионе. Совсем недавно был подписан соответствующий указ, который на новый уровень призван вызвать работу по цифровизации экономики, как в стране, так и в нашем регионе в том числе. Будут созданы офисы цифровизации в каждом регионе, которые будут, направлена работа будет на то, чтобы повысить эффективность. Мы сегодня видим, те спикеры, которые выступали, и представители нашего технического университета, что есть ряд решений, которые, а, сегодня необходимы для именно повышения эффективности работы предприятий, б, ну, принятия современных решений. Дополнительный символ нужен для повышения эффективности работы предприятий, организации экономики в целом. Секция города-партнеры по счету заключительная, но тем не менее одна из самых важных. Именно здесь устанавливаются и налаживаются все значимые контакты. Так, в рамках диалоговой площадки состоялась видеовстреча с вице-губернатором провинции Хубей Чао Хайшанем по случаю подписания плана мероприятий по сотрудничеству на два ближайших года. Будем считать, что сегодня подписание соглашения о работе на 2022-2024 год, так называемой дорожной карты, оно позволит нам сделать определенную перезагрузку нашей контакты, нашего взаимодействия. Мы торгуем, мы торгуем и с этой провинцией, и в целом с компаниями Китайской Народной Республики, имеем хорошую динамику, в принципе, как уже отмечалось, хорошо востребованы на рынке китайском продукты питания, это все и сухое молоко, и продукты молочные, и мясные продукты, и в том числе масло, и в последнее время активно очень продукция деревопроводки. Вообще, в целом, если взять круг, у нас на рынке китайском присутствуют, скажем так, как и наши крупные компании, такие, как и Савушкин продукт, допустим, Березовский мясокомбинат, но, кроме того, присутствуют даже и предприятия малого бизнеса. Работа с Китайской Народной Республикой сегодня в приоритете, так как стоит задача на переориентацию поставок с запада на восток. Поэтому в подписанной дорожной карте определены пять основных блоков направления работ. Взаимная торговля, инвестиционное сотрудничество, восстановление прямых контактов между учреждениями здравоохранения и образования, а также сотрудничество в сфере культуры. У нас отношения налажены, эти отношения зародились. Сегодня сам формат о том, что празднуется 30-летие этих отношений, вот хорошие отношения, дружеские, тесные, которые сложились между главами наших государств, но они говорят о том, что мы имеем полную взаимную поддержку по многим позициям, повестки экономической, я думаю, политической. В том числе есть понимание и поддержка, как со стороны Китайской Народной Республики, значит, Белоруссии нашей, так я думаю и обратно. Цель пятого международного форума деловых контактов в первую очередь заключалась в налаживании межличностных связей, чтобы в будущем общение представителей стран проходило исключительно в положительном контексте. В результате нынешних переговоров удалось договориться о наращивании взаимовыгодного сотрудничества. Если и дальше такие встречи будут проходить в рамках подобных диалоговых площадок, как Международный форум Брест-2022, то страны-партнеры станут странами-друзьями. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ. Специалисты от Бога. Так говорят о тех, кто всю жизнь идет рука об руку с любимой профессией. Для кого одной из первостепенных ценностей является помощь другим, кому свойственна чуткость и сострадание, и, наконец, невероятная преданность своему делу. Все это о Константине Георгиевиче Шелепине, главвраче Брестского онкологического диспансера, почетном гражданине города Бреста, об авторе полусотни научных работ о человеке с большой буквы. Он ушел из жизни в августе 2020-го, но память о нем в сердцах людей живет и по сей день. Накануне в Брестском онкологическом диспансере открыли мемориальную доску, тем самым увековечив имя Константина Георгиевича Шелепине. Руководство города и области, сотрудники учреждения, коллеги, и благодарные пациенты почтили память замечательного человека. Константин Георгиевич – это был профессионал с большой буквы, это был ученый с большой буквы, это был почетный гражданин нашего города, и в 2016 году горожане единодушно поддержали решение наших депутатов присвоить ему это почетное звание. Думаю, что лучшей памятью о ушедшем Константине Георгиевича будет дальнейшее развитие данного медицинского кластера, дальнейшее развитие медицины города Бреста. Вы знаете, что уже в течение небольшого времени мы пополнились новыми медицинскими объектами. А со стороны власти, как приоритет, всегда останется главное – это здоровье людей, здоровье наших граждан. И мне даже кажется, вот это мероприятие, которое общественное, оно носит в том числе и медицинский характер, потому что мы показываем отношение к людям белых халаток. Константин Георгиевич Шелепинь для нас всех, его учеников, коллег, соратников, был примером подражания во всем. И в обычной жизни, и в нашей профессиональной деятельности, потому что во многом, конечно, то, чему мы научились, что умеем, это благодаря ему, его упорству, потому что каждый из нас знает, когда сталкивается с обучением, наставлением молодежи, какие есть тонкости, нюансы. И это все, конечно, приобретается с возрастом, с опытом. Вот этот опыт, эта мудрость, конечно, у Константина Георгиевича была огромнейшая. Константин Георгиевич Шелепинь, он был доктором с большой буквы, всецело посвятившим себя профессии человеком, осознанно выбравшим сложный путь врача-онколога. История о том, как в его жизни появилась медицина, стала настоящим открытием для нашей съемочной группы. Мой отец, участник войны, пожилой человек, он рано умер и болел очень. И вот у меня была такая идея, что стать доктором и помочь в лечении. Но он умер, я еще учился тогда в школе, но как бы, как можно сказать, там обед, не обед давал. И я поставил себе задачу, хотя в то время, в 65-м году, поступление школьника на лечфак, это было очень сложно, нужно было сдать все на пятерки. Вот, но я эту цель себе поставил и как бы ее и решил. Понимаете? Ну, то есть для меня вот уже в юношеские годы это было ясно и понятно, что я должен быть доктором. Константин Шелепень окончил Минский государственный медицинский институт, работал в Барановичах, затем стал основателем областного онкологического диспансера, возглавив его в 1989 году с поста главного врача он ушел в 2017. Константин Георгиевич один из самых известных врачей-онкологов Беларуси и при всей своей занятости он был прекрасным семьянином и замечательным отцом. Строгим учил меня жизни и всему, чему я достиг, это благодаря ему, в принципе. Он был настоящим мужчиной, с большой буквы. Спасибо, конечно, всем. Большое спасибо властям, всех уровней, друзьям, коллегам. Но он незримо будет здесь и будет своим присутствием помогать каждому всякому сюда входящему. Я думаю, что, ну и желаю коллегам его, чтобы поменьше работы, поменьше пациентов. Ну, чтобы эти двери, не хочу, чтобы были открыты, чтобы они в скором времени закрылись. Прекрасный врач и сильный организатор. За 28 лет Константину Георгиевичу удалось сделать Брестский онкологический диспансер современным центром оказания помощи пациентам. Были построены лечебные и радиологические корпуса, блок лучевых установок. Современная поликлиника. Проведено перепрофилирование и реконструкция диспансера с открытием трех хирургических отделений и радиологического отделения. В январе 2015 введен в строй хирургический корпус, что позволило дополнительно открыть новые хирургические отделения. Все, что на сегодняшний день имеется в арсенале нашего диспансера, начиная с этого огромного количества зданий, материально-технической базы в виде оборудования, тяжелой техники, линейных ускорителей, которые в одними из первых появились именно в Брестском онкодиспансере, в Брестском регионе, то оборудование, которого до сих пор нет в других областях, это все заслуга Константина Георгиевича, это долгие упорные годы работы, работы с органами местной власти, с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, как депутата, как главного врача, как просто человека, который на самом деле с большим, как сейчас принято модным словом называть, тем большой эмпатией относился к своим пациентам, к родственникам пациентам. И он всегда учил, что все должны относиться, все врачи, все медработники должны относиться к своим пациентам, как к самым близким людям. Укрепление материально-технической базы диспансера и внедрение в лечебную практику прогрессивных технологий позволило значительно повысить качество лечебно-диагностического процесса и улучшить онкологическую помощь населению. Огромное значение при строительстве уделял Константин Георгиевич Цвету. Человек приходит с бедой, да, а тут еще все серое, все... Но это не есть хорошо. Я просто видел за рубежом клиники, когда они как-то упрощают, но не казарма, что называется, да. Это нормально. Но, тем не менее, тяжело. Но вот с 89-го года практически то, что задумывалось тогда, скажем, в прошлом году реально уже воплощено. Хотя еще очень много у меня таких есть всяких задумок, которые... Ну, они практически должны быть. Константин Шелепинь гордился родным учреждением, имеющим сверхэффективные современные аппараты. Но техника техника в том, что касается лечения больных, все же главную роль играют врачи. Своим составом специалистов, а это порядка 800 человек, главный доктор-онколог области, гордился. А как иначе под руководством такого человека не могут работать непрофессионалы? А самая главная ценность, конечно, это кадры. Константин Георгиевич очень умело подбирал коллектив врачей, медицинских сестер, работников хозяйственной службы. Вот этот коллектив разрос почти до 800 человек. И это все тоже благодаря Константину Георгиевичу, который сумел и подобрать достаточно перспективные кадры, воспитать их в профессиональном плане. И на сегодняшний день коллектив состоит из настоящих продолжателей дела Константина Георгиевича Ширякина. Он был мудр и добр, оптен и отзывчив. И главный его принцип – постулат. Если человек выбрал профессию врача, он обязан работать на результат, коим являются здоровые пациенты. Сегодня там ехал тоже, и тут идет дама, ой, здрасте Константин Георгиевич, а я долго вспоминаю, кто это, это моя пациентка, понимаете. Вот это самая отличная награда. У Константина Шелепня была особая миссия. Он спасал людей. Он был тем самым врачом-хирургом, который возвращал к жизни, дарил жизнь. И память о нем будет жить. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Девиантное поведение – это поведение человека, который умышленно уничтожает или оскверняет предметы искусства, культуры или просто все вокруг ради удовлетворения своих душевных порывов. Обычно таких людей называют вандалами. В Бресте они тоже есть. Поврежденные остановочные пункты на улицах Гродненская и Стародорожная. Граффити, нарушающие эстетический вид – все это дело рук тех, кто не ценит чужой труд, кто равнодушен к чужим желаниям. О них и о последствиях их действий расскажет Александр Богданович. «Лучше Бреста нет места» – слоган, который мы говорим, и тем самым подтверждаем свою любовь к родному краю. Цветущие парки и скверы, новые арт-объекты, благоустроенные улицы, ухоженные территории – все это – результат большого труда жителей. Тем не менее, находятся те, кто может испортить всю красоту и обнулить годы стараний многих людей. Это вандалы. Они расписывают дома, портят непонятными надписями памятники и восторгаются своим, так сказать, творчеством. А есть и те, кто вымещает плохое настроение на попавшие под руку предметы. Тому есть наглядный пример. На днях дежурную часть московского РУВД Бреста поступило сообщение от очевидцев происшествия. На улице Гродненская передвигалась компания выпивших мужчин, один из которых беспричинно из хулиганских побуждений нанес удар ногой по каркасу остановки общественного транспорта, чем повредил металлопрофиль и испугал гражданина, который находился недалеко. Сотрудниками РУВД установлена личность хулигана. Им оказался 30-летний местный житель, который был задержан. А его действием дана правая оценка. Возбуждено уголовное дело. Чем ему помешала эта остановка? А сколько еще подобных случаев происходит по всему городу? К сожалению, ответ неутешительный. В целом, в течение месяца фиксируется до 10 случаев вандализма в отношении сночных пунктов общественного транспорта. Ущерб в каждом случае различен. Может исчисляться от десятков рублей до сотен рублей в зависимости от того, собственно, что с этой остановкой произошло и что сделали граждане. То есть, если ограничиваться только окраской, это будет до 100 рублей закрашивание либо перекрашивание основного пункта. Но бывает, что повреждаются какие-то элементы, требуется цельная замена, допустим, покрытия либо ограждающей конструкции, тогда это будет уже несколько сотен рублей. Мы находимся в Гершонах на недавно отреставрированной улице Стародорожная. Новое дорожное полотно, велодорожки, современные остановки. Но, к сожалению, в некоторых из них уже отсутствуют стекла. Всему виной вандализм. Я очень благодарна вообще администрации города за то, что они сделали такую, нам построили хорошую дорогу, тротуары, велодорожки. Большое спасибо. Это все очень здорово и красиво. Но не прошло действительно пол и месяца, как все остановки были разбиты. Но сейчас уже установили новые стекла кое-где. Но все равно очень жаль, что наши граждане не ценят то, что для них делается. Мы здесь живем, ходим. Даже вот бутылочки лежат, сами собираем. У нас там есть место специально отведенное. Мы складываем. Ну, делаем для себя, благоустраиваем, делаем красоту. А вандалы – это, конечно, очень-очень неприятно. У нас было сильно постараться, чтобы было сделать. Но вообще, говорю, ну, очень классный район. Все, кто приезжают к нам в гости, говорят, о, как круто сделали, красиво, благоустройство такой, остановка. Еще бы еще трансфер пустили, вообще было бы круто нам. Оценка действий вандалов местными жителями однозначно, и это понятно. Все-таки они хотят жить в комфортном и уютном районе. Ждут, когда наконец-то по Стародорожной пустят общественный транспорт. Но как его пустить на данный момент, если пока что места, где должны останавливаться автобусы или маршрутки, разбиты? Но скоро остановочные пункты восстановят, и все станет на круги своя. Буквально через день мы вернулись на улицу Стародорожная, где вандалами было разбито две остановки. Тогда отсутствовали некоторые стекла. Сегодня они уже на месте. Александр Богданович и Александр Воронин. Специально для программы «Итоги недели». Не фильм и не постановка реальная жизнь. В городе Бресте есть дом-призрак. А вот паранормального здесь ничего нет. Просто жилая постройка в документах не существует. А между тем в этом доме живет вполне реальная хозяйка. Конечно, таковой назвать ее сложно, учитывая, что за 20 метров от строения стоит невыносимый запах человеческой жизнедеятельности. Причем этот злополучный участок расположен прямо посреди частного сектора, что доставляет сильный дискомфорт соседям. Находится дом-призрак по улице Подгородская, 138, куда съемочная группа Бук-ТВ вместе с молодежью предприятия Брест Энерго отправилась, чтобы навести порядок. Говорят, благими намерениями выслана дорога в ад. Что-то подобное случилось и со всеми участниками. Видишь дом? Да? А его нет. Здесь, как нельзя, кстати, применима эта шутка из народного фольклора. Дом по улице Подгородская, 138, не упоминается ни в одном документе. Его как бы не существует, тем не менее он есть. И это не просто заброшенная постройка в забытом богом месте, а прямо посередине частного сектора. Но это полбеды. Главная проблема – это запах, который мешает жить соседям. Убрать несанкционированную свалку добровольно вызвалась молодежь Брестского филиала «Брест Энерго», а также представители администрации Московского района. Все прошло бы, как обычно, гладко и спокойно. Но участников экологической акции, в том числе и нашу съемочную группу, ждал сюрприз. Оказалось, что на территории дома «Призрак» живет пожилая женщина. Сейчас представители администрации Московского района совместно с правоохранительными органами и работниками «Брест Энерго» пытаются попасть на территорию дома, но гражданка, проживающая здесь, ни в какую их не пускает. После долгих уговоров бабуля разрешила войти в ее хоромы. Правда, для этого нужно было пробраться через построенные ею баррикады. То, что открылось взору участников акции, повергло всех в шок, мягко говоря. После того, как мы попали все-таки на территорию дома «Призрак», все сразу стало понятно. Куча мусора, гниющая еда. Сами представляете, какой здесь запах. Сотрудники «Брест Энерго» сразу принялись убирать территорию. Но хозяйка дома принялась их выгонять и говорить проклятие в их сторону. Собственно, досталось и нашей съемочной группе. Я понимаю. Среди гниющих трупов животных, еды и мусора трудно представить, каково жилось соседям, которых от этой зловонной территории отделял лишь забор. Запахи, крысы, крысы такие здоровые, как ежики. Это если без хвоста, это самое. У меня была грядка с огурцами. Пока она не цвела, я открываю, чтобы полить грядку, а там три крысины. Это, знаете, как противно. Ужас. Потом, ну мы же все люди, любим это самое, праздники какие-то. Соберемся и стол у нас там рядышком. Вот так вот, это стол рядом. И это, кофе попить. Или праздник отпраздновать, там шампанский может быть, да? И запахи. 35 градусов, ну там сидеть невыносимо. Своими впечатлениями поделились и ребята из предприятия Брестэнерго, которые и организовали эту экологическую акцию. Уборка проходила под неумолкающее проклятие со стороны пенсионерки. Первое впечатление, когда мы сюда приехали, мне стало очень, во-первых, жаль людей, которые здесь рядышком живут, ведь летом запах здесь, я думаю, непередаваемый. Вот, когда нам получилось войти уже на территорию, полный шок был, так как мусор был везде, и запах стоял прям очень сумасшедший. Да, бегали крысы, но несмотря на это, наш коллектив и молодежь БРСМ сумели все-таки доводить дело до конца постепенно. Я думаю, сегодня у нас получится намного улучшить ситуацию в этом районе экологическую. Хорошо, мусор убрали, но что дальше? Какой выход из этой ситуации? Не сегодня, так завтра бабуля снова натаскает мусор на свой участок, и ситуация повторится, как это было год назад. Решение есть. Я уверен, что дальнейшее развитие ситуации по этому дому с этой жительницей будет. Во взаимодействии с социальными службами, есть фонд социальной защиты, есть отдел социального обеспечения. Мы будем привлекать этих, скажем так, профильных специалистов для того, чтобы, во-первых, со стороны государства оказать этой бабушке помощь, обследовать ее в учреждениях здравоохранения и по возможности определить ее в какой-то пансионат для пенсионеров, для лиц преклонного возраста, где она сможет в достойных условиях, со всеми социальными стандартами прожить, я уверен, не один год спокойной жизнью. Ну а с этим домом будет начата работа в рамках действующего законодательства, есть инструментарий, чтобы признать этот дом бесхозяйным, и начата будет с привлечением юристов процедура обращения в судебном порядке этого дома в коммунальную собственность. И в последующем, когда дом станет коммунальной собственностью, будет принято решение или о выделении этого дома нуждающимся, или о реализации его на аукционных торгах. Следить за деятельностью Брест Энерго можно на официальной странице в Инстаграм. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Граница. Она всегда была, есть и будет барометром международных отношений, а пограничник – это всегда политический представитель государства. Они первыми встречают гостей и провожают их в добрый путь. Вообще Брест и граница – практически слова-синонимы, а потому вовсе неудивительно, что когда в Бресте проходят мероприятия по случаю принятия воинской присяги, эти события имеют особую значимость. Сегодня Брестскую пограничную группу пополнили 200 новобранцев, призванных из разных точек страны. В присутствии родных, друзей и близких они дали клятву на верность белорусскому народу и стали защитниками государственных рубежей. О том, как это было, наш следующий сюжет. Вчера они были студентами и рабочими, сегодня они и настоящие солдаты, которым довелось провести этот особенный, символичный в жизни день. В священном для каждого белоруса месте, святочтимой цитадели над Богом. У памятника героям границы, женщинам и детям, мужеством своим, в бессмертии шагнувшим. Слова присяги на верность родине произнесли около сотни молодых людей, призванных в Брестскую краснознаменную пограничную группу имени Держинского из Гомельского и Брестского регионов. Я раньше хотел на контракт на пограничников идти, но нравится служба, интересно. И к тому же в первых рядах всегда страны. Пограничные войска, они защищают нашу границу от всяких нарушителей. И для меня это честь было попасть сюда. Новенькая форма, зелёные береты, начищенная до блеска обувь. 200 юношей напряжённых, как струна. От каждого исходит звенящее волнение. Сегодня они перешли на новый, очень важный этап своей жизни. Этот день они будут вспоминать долго. А слова торжественной присяги, произнесённой с волнением и гордостью, запомнят навсегда. Я, гражданин Республики Беларусь, Чергейко Максим Александрович, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказов командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость и территориальную ценность и конституционный строй Республики Беларусь. Площадь у памятника заполнена. Не выпускают из рук телефонные фотоаппараты, родные и близкие солдат. Кадры – на вес золота, ведь теперь их сыновья – внуки и братья-защитники Отечества. И с этого момента для них начинается отчёт гражданского возмужения. Глубоко символично, что вы принимаете присягу в год исторической памяти на священной земле Брестской крепости. Вся история пограничной службы в Беларуси свидетельствует о мужестве и героизме в воинах Зелёных Пурашка, их беззаветной преданности Родине и верности к принятой присяге. В июне 1941 года пограничники первыми вступили в неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками, преградив путь коварным агрессорам, внезапно напавшим на нашу страну. Пограничники Беларуси гордятся тем, что ни одна пограничная застава, ни один наряд, ни один пограничник не оставили охраняемые участки. Границы без приказа. Они погибли. Но в нашей памяти остались непобеждёнными. В армии солдаты постигнут азы военной подготовки, получат знания и навыки для службы на границе по самым разным специальностям. Сегодня под пристальным взором близких пограничников находятся более 350 километров государственной границы с Польшей и Украиной. В нынешние нелёгкие геополитические времена именно они стоят на страже суверенитета и государственной целостности Республики Беларусь. В ближайшее время ребята продолжат обучение по специальностям и впоследствии будут проходить службу в подразделениях Брестской пограничной группы. Традиционно Брестские пограничники приносят присягу именно здесь, на территории Брестской крепости, на земле, которая обита, полита кровью наших предшественников. Именно поэтому место это является знаковым, глубоко символическим для каждого из пограничников. Всю последующую службу, каждый из них будет измерять свои действия с действиями предшественников и чувствовать себя обязанным не посрамить, скажем так, тех, кто защищал нашу Родину до него. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимантович специально для программы «Итоги недели». Это были главные события Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. На этом у нас сегодня всё. Нам, конечно, есть что сказать, но дождёмся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно, берегите себя и будьте здоровы. Виталий Матюшин, прощаюсь с вами.